Мы прочитаем текст Священного Писания, который записан во 2-м послании Коринфянам, 1-я глава, 1-я глава, 3-я стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. По мере, как умножается в нас страдание Христом и умножается Христом и утешение наше, скорбим ли, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели проговор к смерти для того, чтобы надеяться не на сами себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от своей близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задорованные нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Есть вещи, братья и сестры, о которых мы не любим, говорит. И я думаю, что в этих прочитанных стихах, вы обратили внимание, очень много говорится о скорбях, о страданиях. И никто из нас, очевидно, не любит этой темы. Речь идет о страданиях, которые есть в неотъемлемой части нашей жизни. И вот мы приближаемся к особенным дням. Верное воскресенье. Это день, когда Христос шел в Иерусалим. Ему осталось 7 дней, буквально даже немножко меньше, до Его расцвятия. И вот интересно, что Он идет, чтобы пострадать и отдать свою жизнь. Бог пришел на землю для того, чтобы стать на место человека. И Бог хочет попробовать, как это страдать. Знаете, есть место, где не знаешь, что такое болит, что такое страдание, что такое слезы. Это место называется небо. И Бог, находящийся в неприступном свете, до создания земли, имея все благословение, благополучие, скажем так, все прекрасное. Бог не знал, что такое страдание. Но есть другое место, которое Бог создал. Позовем на ней человека. И через грехопадение вошел грех, вошла смерть и пришло страдание. И вот Бог хочет узнать, что такое страдание. У меня вопрос. Господи, ну может быть кто-то бы тебе просто рассказал? Когда-то Билли Грейм, уже покойный, говорил, как помочь муравью. Если бы можно было рассказать муравью, что ему делать, и как, возможно, правильно ему поступать. И он говорил такую фразу. Нужно стать муравьем. Помните? Чтобы помочь муравью, нужно стать муравьем. Смотрите, что сказано о Христе. Евреям 5 главы спросил. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. Единственное слово. Навык послушания. В украинском языке сказано, может быть, больше просто. Про те, навчився покирности через страдание. Обратите внимание. Навчився покирности. Слушайте, вам луха не режет. Бог научился. Бог научился. Я когда читаю, мне это как осенило. Как так Бог научился? Ну мы учимся, это понятно. Мы детей наших учим, это понятно. А Бог учится. И что получится? Бог написано, научился страдания. Бог хотел попробовать, что такое болит. Как оно болит. И как быть послушным Отцу, когда болит. Вот почему нам сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. И там такая фраза есть. Поэтому и искушаемым может помочь. Потому что Он был в нашем теле, в нашей плоти. Бог знает, что такое болит. И вот когда Бог прошел через этот экспириенс страданий. Возвращается на небо. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Мы все верим в Святую Троицу. И вот интересно, когда у них был разговор между собой. И Христос, очевидно, рассказал, что такое страдать. И если бы Троица решила, что страдание для человека это плохо, я уверяю вас. Бог что-то поменял бы на земле. Но ведь, видимо, Христос так не сказал. Христос не посчитал, что для человека страдание это плохо. Я могу с этим быть несогласен. Мы, может быть, несогласны. Мы можем собраться все вместе. Сделать не то, что общее церковное. Общее человеческое собрание. Написать Богу петицию, что нам не нравится. Но Бог имеет свое собственное мнение. И Бог решил, что страдание для человека это хорошо. И поэтому сегодня я хочу говорить на тему необходимость страдания. Дами ды мид тусафор. Дами ды мид тусафор. Возможно, оно опять-таки звучит как-то. Что значит необходимость страдания? Я не знаю. Знаете ли вы хоть одного человека? который никогда не страдался? Мы знаем, что такое зона комфорта. Каждый из нас примерно хотел бы находиться в зоне комфорта. Ну что такое зона комфорта? Это примерно 70 или 72 градуса по Фаренвайд. Правда? Если оно идет или в одну сторону, или в другую. Это дискомфорт. Никто из нас не любит зону дискомфорта. Я знаю, что некоторым из них здесь есть определенный дискомфорт. Возможно, немножко жарковато. Вот почему иногда люди выбирают, скажем, места, где им жить. Ну, почему там живете? Ну, там 70 градусов целый год. Ну, хорошо. А вот Бог хочет, чтобы было и 70, и 107, и 37, и, может быть, 17. Бог так проявляет. И мы должны с этим согласиться. Так? Люди не любят страну, и поэтому сегодня очень популярно для гасполов Проспетов. И вы знаете, что это такое? Правда? Люди хотят это слушать. И то, что люди хотят слушать, им сегодня преподносятся. И люди верят в это. И можно найти определенные места в Писании, которые говорят о том, что, да, скажем, Псалом 90-й, живущий под кровью Всевышнего, в тени всего Высшего покорится, и гормаш пьет эту песню, и так все красиво смотрится. Но я открываю 11 главу евреям, и там написано, «Те, которых весь мир не был достоин, были перепиливаемые пилами». Они садали. Они умирали. Одними словами вы прочитаете праведника, постигая то, что заслужили бы дела нечестивых. И если мы вот это вот, знаете, проникнемся вот этой только идеей, что я Божий, Дитя и Бог, кто за меня наградит, мы пришли к проблеме, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы мы поняли, что Иисус Христос пришел над страданием. Обратите внимание, когда незадолго еще перед своими страданиями, они имеют беседу с учениками, рассказывают им, что ему надо потом умереть, и сказано, что им многие опечатались. И он сказал такую фразу, Яна 16.33, «В мире будете иметь скорбь». Обратите внимание, он не сказал, что можете иметь скорбь. Он сказал «будете». Что означает «будете»? Это как в английском языке «маст». «Маст» — это то, что просто невозможно убежать от него. «Вы будете иметь скорбь». Наталья говорит «но обужаетесь, я победил мир». Есть много мест еще на Писании, чтобы сократить время. Я не буду читать эти места Писания, где говорится о нашем скорбь. Закрома. Вот 2-я картина, 4-я картина, там сказано так. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на ней нагревается. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке в вечную славу». Обратите внимание, что производит в преизбытке в вечную славу. Легкое, кратковременное страдание. Павел говорит «от скорби происходит терпение». Если вы молитесь кто-то... Я перестал молиться этой молитвой давно. Господи, дай мне терпеть. Это молитва, Павел. Мы не знаем, что мы просим. Господи, дай мне терпение. Это означает, что более дай мне больше скорби. Потому что терпение происходит от скорби. Бог не может дать вам просто терпение. Терпение происходит от скорби. Есть скорби. Чем больше скорби, тем больше у нас иммунитет вырабатывается. Терпение. Поэтому от скорби происходит. происходит. А больше того, Павел говорит, что наше страдание есть легкое. Почему оно легкое? Потому что оно кратковременное. Все наши страдания временные, братья и сестры. Вы за вас и за ним? Мы все здесь временные гости. Все мы сидящие здесь. У нас был в Киеве один брат, проповедник, он говорил так. Я вам скажу пророчество. Через сто лет все ваши головы будут полны песка. Я был молодым, значит, думаю, не-не. Ну, я не говорю тогда, не-не. Что-то другое. Но оно как-то будет, ну как это так, голова полна песка. А сегодня я понимаю, да, это реально? Реально? Вчера по телевизору показали, вот в Египте раскопки делали, нашли маленьких детей, которые были когда-то забальзамированы. Младенцы. Вот их открыли и показали, что осталось от человека. Прах ты и впрах возвратишься. И наши страдания, братья и сестры, временные, это должно утешать нас. Им в свое время придет конец. Правда. Правда. Есть одно место, где будут вечные страдания. Это для тех, которые не знают Бога, не знают Иисуса Христа, не ему веровали. Поэтому, если здесь есть человек, который хочет избежать вечных страданий, вам нужно претить Иисусу Христу. И тогда мы избегаем этих вечных страданий. А пока мы на этой земле, мы переносим страдания, потому что, как я сказал, страдания помогают нам концентрироваться в Иисусе Христе. Мы думаем, что наша нужда есть только в Божьих благословениях. Но Божье благословение, оно включает в себя жизнь, наполненную страданиями и скорбями. Ферпийцам 3.10 сказано, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его. Опять-таки, очень важно нам познать Бога. Это, собственно, главная цель Бога, чтобы мы познавали Его Сына Иисуса Христа, чтобы мы преображались в Его образ. И вот он говорит так, чтобы познать Христа. I want to know Christ, по-английски сказано. Если ты хочешь знать Иисуса Христа, это очень красиво звучит. А как можно, если бы я вам дал яблоко и сказал, вот это яблоко кислое или сладкое, вам нужно что сделать? Вкусить. Правильно? Укусить. Вот так Давид говорит в 33-м псалме, вкусите и увидите как благ Господь. Когда христиане в Антиохии вкусили Христа, люди неверующие сказали, это христиане. Почему? Потому что они поступают так, как Христос. Нам нужно сегодня, мы говорим о познании Христа, нам нужно Его вкушать. Познать Христа, чтобы познавать Христа, чтобы преображаться в Его образ. Правильно? Он говорит, и силу воскресения Его. Воскресение Иисуса Христа. И опять-таки вот эти праздники приближаются, когда мы будем говорить о смерти и воскресении Христа. Воскресение Христа наиболее сильным образом показало Божью силу и могущество. Вставший из мертвых, Христос показал, что все силы подвластны Ему. Он не остался в могиле. Он показал свою силу, преимущество над физическим миром. Если вы воскресли с Христом, то ищите корню. познать силу воскресения Его. Ищем Ему игорн Его. Если мы не ищем Небесного, мы только в этом земном, очевидно, мы не познаем силу воскресения Его. И третье, обратите внимание, сообразуясь смертью Его и участь в стражданиях Его. То сказано про участие. В Алистском языке сказано что такое sharing? Это человек должен поделиться, да? Конфеты поделиться. То есть речь идет о совместных действиях, братья и сестры. Мы готовы поделиться с Ним чем угодно с Христом, но только не с родами. А Он хочет, чтобы мы имели участие в Его страданиях. Потому что Он перенес страдания и Он будет помочь нам. Опять-таки мы никогда не поймем Его силы, если мы не будем переходить через страдания. Не секрет, что когда приходят страдания, нам лучше видят Иисус. Вот почему Бог помещает нас в долины наших страданий и переживаний, чтобы мы лучше смотрели на Него. Конечно, быть на вершине горы прекрасно, но деревья как правило растут внизу в долине и они приносят плоды. Свет всегда кажется более ярким, если вы смотрите на Него из внутри долины. Бог помещает человека в обстоятельства беспомощности для того, чтобы Он стал все, сам не могу. Сдаюсь. Вот мы почему поем песню «Ай, Суэн, как Бог». Все, я сдаюсь, Господи. Я доверяю только тебе. Это то, что хочет Бог. И страдание, скорби есть неотъемлемой частью нашей сдачи, нашего подчинения Богу. Бог имеет разные люди, как развиваются со своими детьми. Конечно, нам нравится быть веселыми и радостными. И Библия говорит об этом. Это нормально. Когда человек хочет быть веселым и радостным. Потому что в Библии сказано «Всему свое время». Есть время радоваться и есть время веселиться. Для чего? Чтобы Богу сказали «Аллилуйя! Слава Богу!» И спели чудесную песню про славление Богу. И никто из нас в такие моменты не говорит «Бог мне дал такую радость или здоровье или еще что? Вот Бог мне дал это. Почему я именно? Правда? Мы это просто понимаем не так дружно. А как же? Но написано также «Время радоваться и время плакать». Время сеять и время собирать. И вот когда приходит время другое, не время радости, а время печали, время плача, вдруг мы начинаем «Господи, почему я? А почему тогда, когда было хорошо нам? Почему мы тогда не говорили «Господи, почему я?» Вот когда пришло страдание «Господи, почему я?» Мы думаем, что мы заслужили у Бога ответы на все вопросы. Разрешите сказать вам «Бог имеет право нам не отвечать вообще или отвечать так, как Он считает нужным». Вы не помните, что более позже будет преподнести нашим губам. гордую чашу, чашу печали, скорбей и страданий. И мы не знаем, когда это случится. Возможно, кто-то из вас видел на Фейсбук об одной семье, семья Джастин, у которого трое детей, жена, они примерно в середине 30-х годов по возрасту ближе к 40-м годам. Все было прекрасно. Одно время его жена не заболела раком и умерла. Это было где-то в 16-м году, в начале 16-го года. Джастин остался сам, где было трое детей восьми до 14-ми. И вот в октябре, кажется, прошлого года уже его диагностировали с раком головы. И вот он стал перед вопросом прекрасная христианская семья. И вопрос сказал Боже, почему дети? Многие начали писать ему пожелания и вот его ответ. Многие люди начали молиться о его выздоровлении. И скажите, что он сказал в своем ответе. Люди молятся за мое выздоровление и исцеление. А что было в них Христа? Люди искали Христа. Почему? Что они от него хотели? Они хотели исцеления, они хотели чудес, они хотели знамений. Поэтому Христос сказал им Я исполел жизни, для того, чтобы они искали Его. Далее он говорил, что для меня взяло немного времени, чтобы я понял, что Христа для меня достаточно. Не имея значения, ответил ли Бог на мои молитвы или нет, если я даже не получил исцеление, для меня достаточно того, что я имею в своем сердце исцелителя. мы ищем от Его дорог, но мы должны искать Его самого. В конце концов, Его взяли в Мэя клиник в Миннесоте, где он имел операцию. В голове его сделали операцию. Он показал видео, где он с тремя детьми. Уже после операции прошло несколько дней, ему стало лучше. И вот он в лабе стоит, он играет на пиамином, сидит за пиамином, он играет его детки вместе с ним. И они поют эту песню. И на видео видно, как многие люди просто проходят туда, посмотрят, туда, остановился, а в основном люди проходят мимо. И смотря это видео, я думал, когда он встал, небо встал. Иисус встал со своего престола. Он обратил внимание на него, потому что этот человек в огромных страданиях, он понимает, что про такой болезнь вряд ли он будет долго жить, имея детей. Он доверяет Богу, и в своих страданиях он ищет слава Бога. Он ищет Бога, а не ищет исцеления. То есть он ищет самого исцелителя Иисуса Христа, а не то, что он дает. Конечно, мы все достаточно умело цитируем Римлянам 8.28. И сегодня был этот текст процитирован. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но мы в это все вкладываем только то, что нам нравится. Правда, братисе сестра? То, что мы хотели бы. Но мы недостаточно умелыми, чтобы жить этим стихом. Но уже 29-й стих раскрывает нам цель 28-го стиха. Кого Он знал, тех и проявил, чтобы быть подобными образу Сына Его. Вот почему я должен пить горькую чашу, братья и сестры. Вот почему мы пьем эту горькую чашу. Потому что мы должны быть подобными образу Сына Его. А Сын Его пришел на эту землю, как мы сказали, оставил славу неба и пришел, чтобы пить эту горькую чашу. Он пришел на страдание. И в книге Иова написано, что человек рождается на страдание, как искра, чтобы взлететь вверх. То есть страдание не отливливая часть нашей жизни. Искра налетит вверх. Вот так и человек. Он родился и страдание исчез его жизни. Когда мать сыновей заведевых просила у Христа помните за двоих своих сыновей. Мы сегодня утром в нашей церкви вспоминали этот случай. Что она хотела? Чтобы они в царстве сидели справа и слева. Он не сказал, не знаете, чего просите. И потом сказал, что они будут креститься крещением, которым он приселся и будут пить чашу, которую он будет пить. И очевидно здесь понимают крещением это те страдания, через которые он перешел в чашу. И мы знаем, что Иаков был обезгладен, Иоанн был сослан от острова Патмос, где закончилась его жизнь. Помните, братья и сестры, что когда приходят страдания, Христос сказал этой матери, что вы будете пить чашу и будете креститься крещением. То есть, если что-то происходит, оно происходит с неба, с Божьим штампом одобрено. Ни одно страдание в нашу жизнь не пришло без того, чтобы небо сказало можно. Возможно, Иоанн не понимал, почему происходят эти проблемы. Друзья, подожди к нему и начали копаться в нём. Может быть, где-то что-то как-то. но Иоанн остался верным Богу. Бог поставил свой штамп одобренно. Тогда, когда всё имущество пропало, тогда, когда ушло здоровье, тогда, когда 10 детей погибли в одно время, братья и сёстры, это Бог дал разрешение. Его друзья могли иметь собственные мысли. Жена так само, но это не имело значения. Значение имело отношение Иова к этой чаши и купил её, братья и сёстры. Вот почему Бог так высоко о нём говорит об этом человеке, потому что он остался верным Богу. И текст, который мы прочитали, берёт нам три причины наших страданий. Первое, чтобы мы были способны утешать других. Четвёртый стих, утешающий нас во всякой скорби, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которые Бог утешает нас. Люди разные. В страданиях каждый что-то по-разному может чувствовать. Но получил утешение от Бога, я вам сказал, я прошёл один путём, я прошёл эти страдания, я знаю, что такое болит, я горю за тебя. Это приносит утешение. Возможно, у тебя прошла вечность мама и папа, и у меня это было. Я знаю, как это тяжело. Вот об этом говорит Священное Писание. И Бог желает, чтобы ты, чего он научил тебя в страданиях, Бог этим же утешением утешает других. Вот почему нам нужны страдания, братья и сёстры. Чтобы мы могли и были способны утешать других. Иисус Христос знает, что такое быть смеянным, униженным, оплёванным, проклятым, непонятным. Он выдержал самую большую боль. И это самая большая боль была тогда, когда Отец его оставил на кресте. Умирать одно, за наши грехи. Это была ужасная боль. И он знает, как нам помочь. Потому что он выбрал пройти на эту землю, пройти через страдания, чтобы помочь нам. Второе, чтобы мы не доверяли себе. Второе, говорите, нам один делик. Но мы сами в себе имели приговор смерти, для того, чтобы не надеяться на самих себя, но на Бога воскрешающего мёртвых. Обратите внимание, не надеялись на себя. Это очень удивительный текст Священного Писания. Просто удивительное, знаете, что иногда можно взять такое испорченное существо, как человек, одеть его в хороший костюм и думать, что он представляет. А кто-то скажет из нас, может быть, иметь больше зелёных бумажек с портретами Вашингтона или Фрэнклина. Фрэнклина лучше. О, вы знаете. И кто-то имеет больше таких бумажек и мы думаем уже, что мы что-то из себя представляем. А Бог хочет, чтобы вы поняли. Имеем ли бумажки с Вашингтоном или с Фрэнклином, мы и в одном и в другом случае зависим от него. И пока мы это не поймём, Бог будет учить нас и Бог будет воспитывать нас. Бог знает прекрасно наш менталитет. Мы можем с Вами сегодня спеть «Расподь, опора моя щита снова твёрда как гранит». А жизнь за правилом на Бога надейся, а сам не внушай. Все вы знаете это Господь. И, к сожалению, мы живём очень часто так. Вот почему, братья и сёстры, мы нуждаемся в страданиях. Чтобы нам не доверять себе, чтобы надеяться на Бога. Интересно, царь ослив в Библии вспоминаем. Интересно, вот вторая программа Минон 26.16 про такие слова сказаны. Смотрите внимательно. Когда он сделался сильным, возгордело сердце его на погибель его. И он сделался преступником перед Господом Богом своим. Слушайте, когда он сделался сильным, возгордело сердце его. Вот почему немного из нас сильные, братья и сёстры. Чтобы наше сердце не горелось. Когда мы приехали в Соединённые Штаты Америки, 27 лет назад, я помню, когда мы служение перенесли со стороны на пятницу, потому что пятница это день перед выходными, и много было людей, все приходили, потому что суббота выходной день, можно было быть в служении, было прекрасное служение, почти как сегодня в воскресенье. Потом, когда мы прошло какое-то время, знаете, и мы как осьве написано, мы решили, что же нам в пятницу, в пятницу надо уже на рыбалку ехать. Мы переносим собрание с пятницы, потому что уже надо тоже выходные окажем, портить человек, надо уже пятницу захватывать. Это то, что практически, братья и сёстры, я боюсь, что скоро надо будет сведать от меня, а возможно в воскресенье вечером, а потом возможно делать одно собрание в месяц. И вы знаете, к сожалению, к этому идёт, братья и сёстры, то, что мы видим сегодня. Посмотрите на Европу. Где христианство? А ведь когда-то, я помню, я был молодым, к нам приезжали братья из Германии, из Франции, они расставили церкви, служили Богу, что изменилось за каких-то 50 лет? Что изменилось? Геннадий Махненко, который мы знаем, в 12 церкви несколько раз, поет песню своим другом про священника, который служит в храме, и там никого, ни одной души. Я как-то пошел в Чикаго, есть украинская выдач, так называемая, и там есть церкви, католические, православные, я однажды продал утром, если служба идет, ни одного человека, ни одного человека. Вот этот священник так сам, как Махненко о нем рассказывает, дорога к храму заросла бурьянами, и вот они поют такую песню, в старой церквушке прогнили полы, в старой церквушке пусто внутри, плачет священник, слезы текут, и утешением ему, и подкреплением слова Бога о приближающейся буре, не плачь, священник, скоро грянет гром, тогда снова полным будет Божий дар. Вот утешение, правда, нужен гром, я не хотел бы, вот я лично не хотел бы беды, но я хочу полного Божьего дар. А вы? Вот когда Бог посылает нам обстоятельства, которые, знаете, содействуют тому, что мы идем в Божий дом, что делать? Иногда хочется сказать, что би и я не буду переводить. Вы прекрасно понимаете, братья и сестры. Ведь когда есть общение, почему нет такого рвения, которое было раньше? Ведь мы же говорим, что мы с Богом хотим проводить целую вечность. Я не знаю, там ангелы на небесах может быть думают, если эти люди хотят проводить с нами с Богом, в Которого они верят целую вечность, почему им не интересно на земле быть с Богом постоянно? Почему у нас так много есть занятости? Не удивляемся, что Бог посылает нам иногда то, чтобы обращать свое внимание. И этим тем являются наши скорби и наши страдания, братья и сестры. последний, чтобы мы научились благодарить Бога за все. Всегда и за все благодарили Бога. Фитя номер 5-20. Когда все хорошо, мы сказали легко благодарить. Это трудно. Благодарить нелегко. Благодарение в страданиях говорит о том, что мы выучили урок, что мы стали ближе к Богу. В заключение еще раз кроме пример, который я прочитал в журнале Беккист Бойс, который как церковь получает Regular Breakfast Association. И там рассказывает о одном пасторе, молодой пастор на имене Джейсон Геринг. Его отец был приспитером в штате Джорджия. И они вместе там в одной церкви служили. Когда он подрос, молодой человек, он понял, что Бог призывает на служение, как и отца. И он решил переехать в штат Айдако, город Игл. И они начали работу ходить. Там очень мало христиан, настоящих христиан. Они начали ходить с группой несколько человек от одного к другому приложат на шабрание. И так за какое-то время образовалась группа верующих людей. Труд продолжался. И вот случилось несчастье. В марте прошлого года их сын, которому было 4 года, звали его Джошуа. Начал комплиновать, что у него боли в голове. Целый день голова болит, голова болит, он спит, и вечером его взяли в больницу. Когда его взяли в больницу, сделали анализ и Ситискен оказал, что память искать о жительстве. И врачи видели, что прессор в голове, они сделали ему операцию, чтобы снять прессор. И мальчик оставался в больницах, потому что видели, что что-то не то. Продолжали делать анализы и нашли в него злокачественную опухоль в голове у 4-летнего мальчика. И пастор верен и говорит, что для нас это было таким шоком, просто как гром среди ясного неба. И он говорит, мы начали молиться Богу об исцелении нашего ребенка. И мы сильно молились. Группа подключилась. церкви начали молиться об исцелении. Они ожидали, что в действительности что-то изменится. Прошло еще 55 дней. И чудо случилось. Чудо случилось в том, что маленький мальчик, который мне 4 года, сказал, что папа, мама, я больше всех вас люблю, Иисус. Иисус есть моим личным спасителем. Это было чудо, которое сам пастор говорит, случилось в их жизни. Прошло еще 30 дней. И они решили с ребенком поехать в Walt Disney World на неделю. И он говорит, как только они туда приехали, в первый же день этого мальчику стало плохо. у нас там садом заснул и оказалось, что это плохо переросло в 10-дневную комнату, из которой он так и не вышел, и он перешел в вечность. И когда этот журнал Беппи Свойс брал интервью с пастором, он сказал, мне было очень трудно продолжить мое служение. Мы переехали из штата Джорджия, где много верующих, штат Айдахов. С нас смеялись. Нам говорили, почему вы сюда приехали? Там в основном вот мормоны, свидетели Яковы в этом штате. А тут смерть еще сына. И люди начали показывать, вот, вот, что Бог делает с вами. И он говорит, что на каком-то этапе мне хотелось все оставить, бросить в служение, и я был расширован абсолютно во всем. И тут он говорит, однажды я открыла Библию, и она на удивление открылась на том месте, где Бог сказал Аврааму, помните, возьми своего сына, которого ты любишь, и принеси его в жертвоприношение. Я подумал, я же знаю, что Авраам это прекрасный жертводатель. Боже, ты хочешь сто овец, сто валов? Пожалуйста! Боже, тебе мало тысячи хочешь? Пожалуйста! А Бог говорит, нет, я хочу Исавка, единственного, еще, которого ты любишь по землю моря. И там принеси его после сажения на одной из гор, о которых я скажу тебе. Я Авраам послушаю. Но далее говорит этот херен, когда Авраам занес свой нож над своим сыном, Бог сказал, стоп, не надо, достаточно. И он глянулся и увидел, помните, в чаще овен запутался рогами. И он принес его вместо своего сына. И херен говорит, когда у меня это была проблема, когда мой сын был на грани смерти, я так сам осмотрел кусты. Я думал, а может быть, может быть, есть шанс, может быть, там есть овен, который будет вместо моего сына. Но кусты молчали, голоса овна не было. И это было расчарованием до тех пор покаяния и подумал об Иисусе Христе. К нам меч Божьего правосудия, рука Божьего правосудия была вознесена над его сыном, который умирал за моих грехи, он сказал, его тоже никто не остановил. Потому что мой грех должен был быть заплачен. Мой грех должен был быть искуплен. И я понял, что Бог учил меня пройдет через эти страдания, что я был ближе к Нему. Я не готов был принести эту жертву, но я понял, что Бог ближе в страданиях. я лучше понял любого своего отца. Возможно, сегодня мы не все понимаем. Может быть, сегодня кто-то проходит через особенные страдания в вашей жизни. Может быть, поэтому Бог поводил мое слово именно в таком направлении сказать. что я знаю, что жизнь человека краткодневна. И он пресыщен печально. Может быть, кому-то сегодня очень трудно. Бог хочет сказать, что Он любит нас и сочувствует нам. Возможно, кто-то говорит, это ему за то, что не слушайте таких людей. Никто не знает. Понимаете? Никто не знает, что и за что. только Бог знает. Поэтому давайте будем искать Бога. Стоит смиряться. Стоит бороться. Стоит за это жить всегда. Наш корпел, наш путь не украшен цветами. Братья и сестры, сколько вы не жили на земле? Мы читали, что наш внутрешний человек что делает? Обновляется. А внешний человек что? Треет. Если вы не верите, придите домой, возьмите фотографию. хотя бы 20-летней или 30-летней данности. И позволите мне сказать что